Зуб бобра острее меча, говорят в народе. И правда, этого грузуна размером с собаку природа щедро одарила набором мощных зубов. У бобров они растут в течение всей жизни. И если он не будет ежедневно грызть деревья, то зубы очень скоро могут перерасти голову хозяина. Строитель и геодезист, лесоруб и плотник бобр способен изменять пространство и ландшафт вокруг себя. Бобр в числе моих самых желанных трофеев. Это преимущественно ночное животное, и с его добычей у меня связано много интересных историй. Как-то раз я, в принципе, как и всегда на очередной охоте, пошел попробовать поохотить бобра. Смеркалось. Ну, пришел, естественно, за бруду я заранее. До этого думал поохотить утку, но уток не было. Сижу, сел напротив хаты, сижу, жду. Так, думаю, уже смеркается, темнеет. Надо мне достать прибор ночного видения, чтобы потом с фонарем добыть бобра. Сижу, смеркается. Я, значит, достаю прибор ночного видения, батареечка-то у меня села. Я думаю, ё-моё, вот так идешь на охоту и забыл, короче, все забыл, все же бегом, бегом, ты же собираешься на охоту-то. Думаю, ладно, будем рассчитывать на свой слух. Сижу, слушаю. Уже стемнело, все. Слышу, там плюх, здесь плюх. Думаю, ладно, раньше времени фонарь включать не буду. Вот когда будет где-то напротив меня, вот тогда я и включу фонарь. Слышу, через какое-то время, ну, прям вот напротив меня шорох идет, такой шорох. Ну, все, вот, чувствуете, либо ветку тащит по воде, либо еще где-то, потому что до этого я слышал, как грызет где-то недалеко от меня, и как там что-то плюхается. Вот, и тут прямо вот напротив меня я ловлю слухом. Думаю, ну все, пора, прикидываю ружье. Включаю фонарь. Выключаю фонарь. Думаю, не понял ничего. В свете фонаря у меня четыре пары глаз. Я думаю, ничего не понял. Что за, что за, что же, что же за глюк у меня такой? Я, значит, опять думаю, не может быть. А шорох-то продолжается. То есть и зверь не испугался. И я ничего не понял. Я опять включаю фонарь. Присматриваюсь, присматриваюсь. Ну, по идее, многие как, сразу оп, промеж глаз и шлепнул. Я думаю, нет, я же должен убедиться, куда я стреляю. Смотрю. А это утки. Прилетели утки. Где-то, куда-то тихонько сели, я их не слышал. Либо они до этого были по ручью, спустились. И прямо напротив хаты. И я такой фонарь смотрю. Ё-моё. А это утки. Убрал ружье. Думаю, ну не повезло, так не повезло. Посидел еще, посидел, подмерз. Думаю, ладно, на завтра с мужиками собирались на загон. Бобра я не добыл. Думаю, ну и бог с ним. На следующий день загон. Я стою на номере. И номер так попался, где немножечко ручей какой-то там, смотрю, бобриные багрызы где-то там. То видно. Стою, стою, раз, сбоку, загон уже идет. Сбоку заяц вылетает. Думаю, ну заяц, как бы примета не очень хорошая. Ну ладно. Тут из загона вылетает глухарь, садится надо мной и сидит. Думаю, так, 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 кепку надо одеть, а то не дай бог шлепнет сюда. Вот дальше. Выныривает из этой канавы бобер. Такой, оп. Смотрит на меня, я смотрю на него. Ну, разве что он мне не подмигнул. Такой, аккуратненько обратно. Такой, типа, я понял. Оп, обратно. Ни всплеска хвостом, ничего. Просто нырк обратно. И все. Вот такая вот у нас у охотников ситуация. Идешь на конкретного зверя, у тебя может и из загона вылететь все, что угодно. И на запруде ты можешь увидеть все, что угодно. И иногда, конечно, попадается зверь, на которого ты конкретно пришел охотиться. Друзья мои, мы с вами едем в очередное путешествие на охоту. Едем мы в Новгородскую область. В перспективе, конечно, мы хотим поохотиться и на бобра. Может быть, еще на что-нибудь сходим. Но перспективно мы едем охотиться на бобра. Едем охотиться не на капканы. На капканы у нас еще времени достаточно. Мы хотим его добыть с ружья, как положено. Это охота по правилам. Я, Григорий Кривцов. Поехали. Охотничья база, где мы остановились, находится в деревне Сосновой Борно в Новгородской области. Охотничьи угодья Шимского района раскинулись на площади 250 гектаров. Есть где развернуться. Перед охотой мы с Николаем решили съездить на разведку и осмотреть местность. Бобры могут жить в речках, лесных озерах, ручьях и даже в мелиориционных канавах. Перспективными местами охоты на бобра могут быть норы, места его выхода на берег и маршруты, по которым он плавает к местам заготовки древесины. При охоте на бобра разрешается использование нарезного оружия, но калибром не более 8 мм. У нас сегодня расстояния небольшие, поэтому мы охотимся с гладким стволом. Ну вот они здесь заготовлены. Туда вот их тропа, они сюда стаскивают, подтаскивают. В канаву, вон норы. Часть у хатки складывается на стол, а часть вот живут в норах. Не все живут в хатах, многие живут в норах. Вот как вот здесь вот явно выражены норы под берегом. Вот только на одном месте я вижу раз, два, три, четыре, пять нор. Вот на этом месте, вон там шестая нора. Бобров здесь немерено. Вон у них лаз. Вон лаз перелазит туда, вот на ту сторону тоже. Бобровые хатки – это дома, построенные для длительного обитания этих животных. Сверху купол и собранных грызуном веток, камыша и травы. А внизу, под водой, находится вход в жилище. Эта хитроумная конструкция защищает вход от непрошенных гостей – лисиц и волков. Вот у них четкий лаз на тот берег. При охоте на бобра, с ружьем мы, да, говорим про ружье, надо соблюсти одну маленькую тонкость – давление. Давление должно атмосферное быть где-то приблизительно пару-тройку дней одинаковое, чтобы не было резких скачков. Тогда у них активность, они активно ползают и заготавливают. На зиму себе еду. Николай перед ночной охотой предложил сходить на лося. И только мы собрались уезжать, как встретили Юрия, который расставлял капканы на бобров. Познакомившись, я решил ненадолго остаться и помочь своему новому знакомому. Тут есть канал, да, Иль? Да, подходим к месту. Сейчас будем определяться, как будем устанавливать. Вот погрызы. А, ну он свежак вообще. Да, погрызы свежие. Срубаем две палочки вот такие. Это 320-й, да? Ну да. Вот выбираем самое узкое место. Ты не пользуешься никакими приспособами, там? Нет, нет, я все делаю, да. Вот видишь, вот бобер ходит, вот по воде. Ага, ну я вижу, вижу, да, 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 по воде. Берем капкан. Капкан должен быть, находиться все время под водой, чтобы он не торчал. Бобер все-таки зверь такой, зверь чуткий. В распор, да? Да, вот все поставили. А вот кто-то городит тут всякие веточками, чтобы он не обходил. Не надо, да? Он все равно идет глубиной, просто вот кидаешь палку. Так. Он палку видит, заныривает перед палкой и попадается в капкан. А ставишь с одной стороны или с другой? В смысле, палку? Да, да, да. Или с двух сторон. Ты должен понимать, откуда он идет. Он идет все равно от хаты. Да, да, да. То есть вот он идет оттуда, идет кормиться. Ну, утром проверим капканы тогда, а мы, может быть, уже вечером что-нибудь принесем домой. Удачи вам! Вам удачи, а нам завтра. Да, да, да. Проводим загонную охоту на копытных. К отстрелу у нас сегодня медведь, два лося, два разрешения на лося, лось взрослый, лось до года. Особое внимание, приоритет к отстрелу, имеется также лицензия на волка. Если бежит волк и лось, стреляем в первую очередь волка, потом все остальное. Значит, стреляем по явно выраженной цели, конкретно стреляем по зверю. Ни на какой шорох, ни на какие движения. Понятно всем, да? Все передвижения по охоту годям с разжаженным оружием. Существует много различных способов охоты на лося. С подхода на реву, на солонце, с собаками. Но самый популярный среди охотников – загонный способ. Ведь это не только охота, но и приятная встреча с единомышленниками. Номера расставляются вдоль лесных просек или на вышках. В нашем случае это полувышка, а загонщики гонят зверя под выстрел. Сегодня и я работаю в загоне. Все просто, но, как и в любой коллективной охоте, есть строгие правила. Не стрелять на шум, стрелять по четко видимой цели и в строго отведенном секторе. Громко и отчетливо прокричать, если зверь добыт. Ну и, конечно, нужно носить яркую, светоотражающую одежду. Добытый зверь оказался молодым, но крупным лосем. Рога у него острые, как виллы, и поэтому он потенциально опасен для других лосей во время гона. Мы, как это положено, перед первичной переработкой или транспортировкой заполняем сведения о добытом животном. Ну, а дальше меня ждет бобр. Бобр не любит резкой перемены погоды. Атмосферное давление должно быть ровным в течение двух-трех дней. В противном случае грызун не выйдет из своей хатки или норы. Надеюсь, погода нам сегодня не помешает. Нет, я, наверное, вот сюда поставлю. Сейчас пока светло. Надо все веточки убрать, которые будут мешать выстрелу. Трава, если будет мешать, ее тоже надо примять, потому что мы охотимся с фонарем. И когда стемнеет, включится фонарь, и это все засветится. И нам не будет видно ничего. Поэтому подготовка вот так вот проводится. Все, что может нам помешать, мы убираем. Потому что были такие случаи по неопытности особенно. Когда садишься по светлому, все видно хорошо. На вот эти вот моменты внимания не обращаешь. Потом, когда вот он зверь, ты включаешь фонарь, а ничего не видно. Заряжаем четыре нуля. Это нормальный, оптимальный патрон. Сейчас приготовим фонарь. Но его оденем мы, когда уже стемнеет. И возьмем тепловизор. Посмотрим. Это наш очень большой помощник. Будем заранее готовы к выстрелу. Проверяем работу фонаря. Все работает. Нас начал накрапывать дождик. В принципе, для охотников у природы нет плохой погоны. Ждем шевеления бобра. Теперь только ждать. На самом деле, не факт, что бобер вылезет именно здесь или там. Он может где-то там вылезти, потому что здесь их, ну, очень много, судя по норам и хаткам. Что мы делаем? Смотрим, наблюдаем за водой. Будут разводы. И, соответственно, ориентируемся уже по ним. Те, кто часто охотятся на бобра, в обычных местах делают такие, как бы, лесенки, полувышечки. Я не знаю, там, на самом деле, многие спорят. Боится света бобер или нет. Из моей практики, если у вас теплый свет, он его не боится. Даже у меня были случаи, вот, я слышу, что бобер плывет, включаю фонарь. Он не пугается, он ведет свои дела, делает. Он боится, когда, во-первых, резкий свет или очень холодный свет. Поэтому я делаю как? Я завожу там оружие или фонарь немножко за него и включаю, и постепенно его догоняю. На самом деле, мы сейчас чуть-чуть посидим. Если сейчас движения здесь никаких не будет, мы встанем немножко, пройдемся вдоль канала, посмотрим. Может быть, заметим какое-то движение и сядем немножко в другом месте. То есть, это будет уже из-под хода охота. Сейчас мы как бы сидим на тропе, ждем его. Зоркостью бобр не отличается, но слух у него отменный. Поэтому при смене места нужно соблюдать максимум осторожности. Мы с Николаем меняем место и занимаем позицию на возвышении. У бобров нет врагов, нападающих сверху, поэтому опасности оттуда они не ждут. В тепловизор видно плавающих грызунов, но они слишком далеко. Свет фонаря должен быть теплым, чтобы не отпугнуть зверя. А свет, при помощи которого я буду стрелять, очень яркий и холодный. Когда я его включу, у меня будет одна секунда для выстрела. Медлить нельзя, зверь может уйти. Давай на раз, два, три включаем. Раз, два, три. Есть, есть, есть. Спорим, Григорий? Спасибо, спасибо. Но это, походу, сигалеточек. Все брыкается. Надо достать его оттуда. Добыча есть, но ее нужно достать. Хорошо, что речка не такая широкая. Настало время проверить капкан, который мы с Юрием поставили вчера. По дороге я делюсь впечатлениями об удачной ночной охоте. Посмотрим, повезет ли моему новому знакомому. А у меня, Юр, получается, вчера выплывает сначала, я в тепловизор смотрю, ну здоровый такой. Слышу всплеск. Смотрю опять в тепловизор. Плывет, но вижу, считают как-то, может, просто голову вижу. Убираю теплик, включаю фонарь, делаю выстрел и понимаю. Уже он затрепыхался. И понимаю, что он не большенький. Достали фигалеточек, конечно. Ну вот видишь, у тебя с удачей. Вот видишь, вода мутная. Да, да, да. Значит, движение. Может, попавшее. Движение какое-то было. Берешь и киркой, и так аккуратненько, чтобы не попасть в ту раз. Опа, есть? Да, да. Опаньки. Ну-ка. Вот достаем. Ух-юх! Вот мобрик. Оба! Вот это да! Это сколько он весит-то? Ну, такой. Нифига себе! Не особо крупный, но хороший. Ну, по сравнению со вчерашним-то моим, он очень хорош. И попал, смотри, ходом шел. Вот это бобрик. Палку, если не кидать, он просто может плыть вверхом, не нырять, и он палку забьет и закроет капкан. Вот это да! А сколько у него весит-то? Килограмм 15-20. Мы скажем 25. Ну, хороший, хороший. Ну, у нас с полем. Ну да. Да. Ну что, дорогие друзья, очередное наше путешествие на охоту подошло к концу. И логическим ее завершением будет приготовление пищи, добытой нами дичи. Часть ее мы закатаем в банки и упакуем в автоклав. Приготовим себе тушенку на зиму. А другую часть мы приготовим на огне. Необходимо поставить на огонь сковороду. Добавляем туда сливочное масло. И начинаем обжаривать. Опа! Бобришку. Подготовим лбучок. Мясо можно уже убирать в казан. Но сковородку мы не убираем. А добавляем во все эти соки лук. Лучок обжаривается. Мы быстренько подготовим хлеб. Нарезаем его брусочками. Хлеб обязательно должен быть ржаной. Так, лучок у нас уже дошел. Перегружаем его сверху. Дальше пару веточек тимьяна. Половинку лаврового листа. Черного перчика. Кориандра. Обязательно кориандр. Посолим крупной солью. Добавляем хлеб. А теперь главный ингредиент. Пан! Пиво. Вот так вот. И обязательно мед. Так. Закрываем. И отправляем томиться на медленный огонь на час-полтора. Так. А мы тем временем пойдем и приготовим тушенку. Друзья, ну это просто маленький какой-то завод. Мини-завод с автокламом от фирмы Фарком. Во-первых, мы можем здесь готовить и в железных банках, и в стеклянных банках. И специальные имеются реторт-пакеты. Причем вот в реторт-пакетах пища получается точно такая же и по сроку годности, и по вкусу, как мы приготовим либо в железной банке, либо в стеклянной. У нас есть добытое нами мясо, и сейчас мы будем делать тушенку. Я считаю, что вообще, в принципе, у каждого добычливого охотника или добычливого рыболова должна быть такая штука, как автоклав. А когда у вас еще и автоклав с электронным блоком управления, это вообще решает многие вопросы, касаемые времени. Потому что мы сейчас загружаем, выставляем время и идем спокойно заниматься своими делами. Итак, сегодня мы приготовим в стекле и в железе. Кстати, конкретно в эту модель помещается 4 трехлитровые банки или 24 пол-литровых банки. Ну, а реторт-пакетов я даже не знаю, я даже стесняюсь считать. Так, ну я думаю, 4 баночки для дегустации нам будет достаточно. А для железных банок у нас есть специальная закатывающая машинка. Сейчас мы ей воспользуемся тоже. Друзья, вуаля, идем закладывать в автоклав. Воду мы налили, теперь закрываем крышкой, выбираем банки. Дальше у нас мясо. Здесь можно птица, рыба, компот и прочее. Мы выбрали мясо, нажимаем на старт. Да, готовы. Сразу компьютер спрашивает у вас, а вода налито? Мы говорим, да. И нажимаем на старт. Работа пошла. Кстати, приготовление нашей тушенки займет пару часов. Поэтому можно делать полную загрузку и до 5 циклов в сутки. Ну что, дорогие друзья, здесь цикл закончен. Вода сама слилась. Стекло. Отлично, отлично. Ну и мясо есть, никуда не делать. Да, это действительно какой-то мини-консервный завод от Фархом. Я домой повезу готовую продукцию. Чего и вам желаю. Побежал-ка я снимать наше блюдо. Итак, прошло у нас час сорок. Так, сейчас мы накладываем. Так, я возьму себе ножку. Ну что, пробуем? Вкусное мясо. Но вы помните, что у нас еще заготовлена тушенка в автоклаве. Поэтому мы домой едем с мясом. Охотьтесь правильно. Готовьте вкусно. Я Григорий Кривцов. Увидимся на охоте. Субтитры сделал DimaTorzok